всем привет совсем такой небольшой обзорчик значит что меня подтолкнуло подписчик не скинул информацию значит скандалист наш дуть выпустил значит очередной шедевр во вчерашнем интервью даренко рассказал историю про соловьева с утра по радио соловьев приехал к даренко даренко ответил соловьев в твиттере и так далее и значит тут есть скрины значит даренко по прозвищу в ней панику растрига хлопотливая тетенька соловьев делил делилась сегодня своем эфире ощущениями что у меня тестостерону не достает я начинаю волноваться кисонька ты только скажи как ты узнала про уровень вещества сперма у меня солоноватая соловьев ему ответил совсем ты головой поехал вот это весь скандал и идет у дуди опрос вы за кого даренко соловьев ну чтобы посмотреть я был уверен конечно в результатах ну чтоб посмотрите все-таки лайкнул за соловьева оказалось что за даренко проголосовали значит почти 90 процентов за соловьева чуть больше там 10 процентов и вот что я по этому поводу решил вспомнил но все естественно за даренко почему потому что он оппозиционер он рубит правду матку но в основном же у нас в твиттере молодежь который раньше твиттера не было и вообще раньше нихера ничего не было интернета не было а я вспоминаю даренко 91 2 3 года сейчас у нас соловьев это значит рупор кремля а раньше точно такой же рупор только более агрессивный более тенденциозной более скандальный был даренко он так гнобил он так за кремль задницу рвал это была такая вот эту программу время было смотреть невозможно есть он вел там время он ввел информационные там всевозможные смотреть было невозможно потому что но такая ложь там лилась и он просто такой конченый был вот такая заказуха было видно насколько если говорят что журналисты это проститутская профессия то это самая была голая яркая такая проститутка прям самая то сейчас такой соловьев у соловьев чуть чуть более интеллигентный хотя конечно тоже так же так же нагло врет также нагло вытаращивать шары и говорит мы мы из путь чью-то информацию используем нам кто-то дает сверху указания мне кто-то дает сверху указания вот один в вот это соловьев у нас сейчас тело до доступ к телу имеет к путину он прям журналист номер один даренко был точно такой же а потом значит он что-то куда-то кидался кидался я боясь перепутать я залез в википедию я посмотрел 91-92 обозреватель в гтр к 93 ведущей программы время 93 корреспондент там 94 директор службы 94 ведущей программы подробности 5 ведущей версии 6 вы помните это сам вы это не помните это самое мерзкое время когда вот ельциновская когда у ельцина было 6 процентов всего голосов 96 году и он умудрился выиграть президентские выборы благодаря таким как даренко ведущий ток-шоу характеры парен тиви 98 главный продюсер дирекции информационных программ с января марта 99 вновь ведущий информационно-анатологической программы время с 99 по март 2000 заместитель гендиректора мдвк телеканала tv6 это который потом закрыли по информационному и общественному политическому вещанию с ноября 99 по сентябрь 2000 заместитель генерального директора урт и тут происходит сбой пришел путин как бы он 99 и в двухтысячном его уже назначают призиком и тут он видимо ошибается с января не на там не на ту лошадь поставил просто с января по март нет с сентября 99 авторская программа даренко работает значит перед выборами передача работает против блока лужкова примакова и добивается своей цели они привык по проигрывают выборы после авторской программы даренко двухтысячного года был скандал со скандалом уволен из урт после командировки в гарнизон ведя его и подготовки программы о гибели подводной лодки курск а также камани комментарии по деятельности президента владимира путина все споткнулся человек и тут его покатилась по наклонной с сентября 2001 даренко решил возобновить свою программу отличие так значит была закрыта в 2001 стал обвиняемым по уголовному делу о хулиганстве даренко на мотоцикле наехал на капитана первого ранка из главного штаба в маф валерия никитина оказавшегося на пути даренко в сопровождении двух сотрудников милиции даренко заявил что никитин бил по мотоциклу ногой несмотря на нанесенный пострадавшему малый вред здоровью журналист журналиста обвинили сначала попытки убийства а затем в хулиганстве с оружием даренко грозила от 4 до 8 лет лишения свободы но благодаря по его собственным словам заступничество тогдашнего чиновника администрации президента сечина он получил условный срок 4 года ну и все и соответственно он стал позиционером и он стал врагом и теперь значит он у нас любимица теперь все это рынка такой молодец ай господи точно такая же шлюха две шлюхи одна старая бывшая другая прям в топе фаворе ее прям сейчас столько стоит чтобы и трахнуть это я имею ввиду соловьеву эту так что по выголосуйте все это такое короткое мнение просто посмотрел думаю блин да что же одна шлюха парафини другую а народ голосует да блин кто из них лучше да обе твари твари там не могут быть нормальные люди в сми кто заплатил им там наверху за того они будут тяпкой все пока это было поле реформа